Одни из наиболее важных конструкций в программировании это циклы. В C++ предусмотрено два типа циклов. Это цикл while и цикл for. Цикл while состоит из условия и тело цикла. Тело цикла в данном случае состоит из двух инструкций, объединенных в блок. На каждой итерации цикла while проверяется условие. Если условие выполняется, то после этого исполняется тело цикла. Соответственно, в данном случае тело цикла выполнится 10 раз, потому что изначально переменная k равняется 0 и на каждой итерации происходит увеличение переменной k на 1. Соответственно, в тот момент, когда k достигнет значения 10, условие перестанет выполняться и, соответственно, тело цикла больше выполняться не будет. Выполнение перейдет за пределы цикла. Цикл for немного более сложный. Его заголовок состоит из трех секций. В первой секции можно определить или присвоить какую-то переменную. Обычно это переменная цикла. Во второй секции указываются некоторые условия. Это условия остановки цикла. И в третьей секции указывается некоторая инструкция, которая выполняется после каждой итерации. Цикл for специально предназначен для тех случаев, когда есть явно выраженная переменная цикла. В данном случае несложно заметить, что цикл for здесь делает ровно то же самое, что цикл while здесь. То есть точно так же у нас объявляется переменная k, но в случае с циклом for она определяется непосредственно в заголовке цикла for. Условия остановки это то, что k окажется больше б равно 10 и на каждой операции происходит увеличение k на единицу. Если в какой-то момент из цикла нужно выйти, например, по какому-то условному оператору внутри тела цикла, тогда можно воспользоваться оператором break. В этот момент цикл перестает выполняться и программа продолжает выполняться после тела цикла. В некоторых случаях необходимо написать циклы, которые работают бесконечно. В данном случае можно написать либо цикл while с условием истина, тогда условие будет всегда верно, либо написать цикл for с пустыми секциями. В данном случае эти две конструкции эквивалентны. Соответственно, эти циклы будут работать до тех пор, пока где-то внутри тела цикла не будет вызван оператор break. Замечу также, что если циклы объявлены внутри некоторой функции, то из цикла можно выйти, вызвав оператор return. То есть, выходя из функции, например, вернув ноль где-то внутри цикла, можно также прервать цикл. Продолжение следует... КОНЕЦ